На выставку в Лос-Анджелес привезли интересную новинку – Porsche 911 Dakar. Формально это посвящение победе Porsche в знаменитой внедорожной гонке, которая случилась в 1984 году. Забавно, что тогда, в 80-х, никаких внедорожников из 911 модели делать не стали, хотя праздновать победу было куда как актуальнее. Просто бума на кроссоверы тогда не было, отчасти ввиду отсутствия кроссоверов. Сегодня другое дело. Поэтому немцы взяли Carrero 4 GTS с 480-сильным мотором и внедрили новую подвеску. Дорожный просвет вырос на 5 см и еще 3 можно добавить за счет регулировок. Причем с максимальным клиренсом можно ездить на скоростях до 170 км в час. Машину обули в покрышке Pirelli Scorpion All-Terrain Plus. Задние колеса все так же больше и шире передних. Кроме того, новинка получила подруливающий механизм и активные амортизаторы. В качестве опции будет доступна окраска в стиле дакаровских Porsche 80-х. Для начала выпустят 2500 машин, а дальше, видимо, как пойдет. Если вам некуда потратить миллион 300 тысяч евро, появился еще один интересный способ это сделать. Правда, стоит поторопиться, но об этом чуть позже. Речь про новый чешский гиперкар Praga Bogema, созданный по гоночным лекалам. Не салон, а кокпит. Не руль, а центр управления с экраном и полным набором необходимых клавиш. В доводке участвовал не просто тест-пилот, а рамэн-грожан, хорошо знакомый нам по Формуле 1, а сегодня перебравшийся в инди-кар. В отличие от большинства современных стартапов, это не электрокар. Мотор расположен в центре конструкции. И это знаменитый V6 от Nissan GTR. Над агрегатом поколдовала фирма Leachfield Engineering. Британские инженеры довели отдачу до 710 л.с. Сама по себе эта величина воображения не поражает, но до сотни машина разгоняется за две с небольшим секунды. Одна из причин в том, что сухая масса машины меньше тонны, но это без топлива, пилота и технических жидкостей. Максимальная скорость 300 км в час. Причем уже на 250 км аэродинамический обвес обеспечивает прижимную силу в 900 кг. Общий тираж новинки составит всего 89 экземпляров. И как показывает практика, нередко такие машины бывают распроданы еще до начала производства. Редактор субтитров А.Семкин